Субтитры сделал DimaTorzok С удовольствием начинаю играть, потому что буквально совсем недавно прошел игру на геймшоу и одно конечно я не знаю, в основном моя аудитория, ну то есть вы дорогие мои друзья, любите всякие экшены и не очень любите квесты, поэтому я не знаю стоит ли мне вообще проходить ее для моего канала, если эта первая часть соберет меня более 500 лайков, тогда я сделаю продолжение. В противном случае, поиграю в нее для геймшоу и для себя. Ну что ж, давайте-ка начинать новую игру. И... Что это значит? Ого. Хочете включить обучение? Подсказки. Ну... Ну допустим, да. Мало ли. Вдруг там что-то будет... Такое. Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, это же сын герцога. Нет, это сын сатаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители деревни Фойнтенега, узрите истинную силу Инквизиции. Ни одному отродил сатаны не избежать кары господней, даже облаченному в роскошные одежды. Как ты, наверное, уже знаешь, умереть очень просто. Заткнись, гнусная свинья-убийца. У тебя еще будет повод повизжать, когда я начну пытать тебя. К сожалению, Инквизиция далеко не так проста. Хм, щелкни на любой точке экрана, чтобы идти в том направлении. Дважды щелкни, чтобы мгновенно переместиться в эту точку. Ага, фиг я перемещусь, потому что у меня цепь. Слушайте, прикольно. Они прям физику аж сделали. Так, а если я на геймпаде буду? Он будет ходить у меня сам? Что мне интересно? Нет, не будет, так что зачем играть на геймпаде, я не знаю. Перемещайте указатель мыши по экрану, чтобы найти активные точки, указатель за свет, если вы их найдете. Понятно. Так, а я могу как-то... О, это мой персонаж. Кто же ты такой, Мигель? Сын герцога Фуэнтенегра или отродье дьявола? На некоторых крупных планах тоже есть активные точки. Щелкните и удерживайте кнопку нажатой, перемещая мыши в указанных направлениях, чтобы изучить крупный план. Так. Может быть, я типа найду какие-то метки. Это определенно не рука солдата. Ну, шрама на руке, знаменитого шрама Y на руке нет. Тебе не больно? Лучше бы тебе к этому привыкнуть, потому что теперь тебе чаще придется стоять на коленях, а не на ногах. Если ты хочешь остаться в живых, сначала было бы неплохо освободиться от оков. Ну, что я вижу? Я вижу, что у нас нету озвучки персонажа. То есть его, ну, как бы, не мысли даже, а озвучки за кадром. Тебя влокли по земле и закидывали камнями. Твои некогда роскошные одежды превратились в лохмоть. Вот все, в принципе, то же самое, но нету именно вот того голоса, конечно. Вообще нету озвучки вот именно этой. То есть менее бюджетно получилось. В отличие от твоих герцогских покоев, здесь нет зеркал. Но поверь мне, сейчас тебе лучше не смотреться в зеркало. Ну, конечно, печаль-то отсутствует русской озвучки. Естественно, на! Хотелось бы. Так, что у нас здесь? А, это что у нас? А, это подсветить все важные объекты. И они тоже, как и в первой части, сжигаются попеременно. Так, по бокам у нас ничего нету. В крайнем случае, ты мог бы использовать этот железный пруд в качестве оружия. Если он тебе нужен, то сначала ты должен избавиться от аков. Естественно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть свинюшка странная, до которой я могу дойти, кстати говоря. Привет, свиня. Как жизнь? О! Ты должен поблагодарить Боровой. Если бы не его виск, ты бы все еще спал. Пускай слюни на будущую ветчину. Когда ты ел в последний раз? То есть, не, ну, классные вот диалоги именно, но вот я бы хотел вот эту озвучку, но, блин, как жаль, что они ее не сделали. Как жаль, что вообще у Pendle Studios очень небольшие бюджеты. Они как-то собирались собрать деньги на игру, на новую серию игр. К сожалению, у них не получилось. После этого они долго ничего не делали. И вот сейчас выпустили ESTD Origins. Я уже вижу, конечно, что бюджеты не те совсем. Эй, да у тебя точно такие же оковы. Инквизиция еще обзывает тебя свиней? Так. Опа-на. Сегодня рано утром инквизиторы пришли к твоему отцу-герцогу. Они прочли приказ инквизиции, в котором говорилось, что ты сын сатаны и тебя следует взять под стражу. Кто-то рассказал им, что ты можешь читать, писать и говорить на любых иностранных языках. Ох, господи. Какой ужас. А потом твой нынешний тюремщик надел на тебе головной убор с рогами и началось твое восхождение на Голгофу. Олени рога открывают проход в девять миров. Девять ветвей дерева, называемого Игдрасиль. Хм, и что? Понятно. Странно. Ну ладно. Клюв вороны. Голубь святая птица, ворона наоборот. Ого, что это он? Проснулся такой немного. Рисовка классная. Прям все отлично. 3D модели тоже очень хороши. Ну вот не хватает озвучки. Эх, не хватает. Орудие пыток, которое называют сапог. Ты тянешься, насколько позволяю такого, но он все равно очень далеко. Так. Кажется, сверху на тебя кто-то смотрит, потому что когда ты шевелишься в луче света... Ого! Олонсо, сын повара твоего отца. Две недели назад он сбежал из дома в поисках лучшей жизни. Воистину, он обрел ее сполна. Но в ином смысле. Пульса нет, но кожа еще не совсем остыла. Бедная Олонсо, всего какие-то 3 года назад вас поймали, когда вы ради смеха поменялись одеждой. И твой отец отчитал тебя. А Олонсо не мог сидеть несколько дней. Че? Я типа подобрал что-ли что-то? Я не понимаю. Или что это было за тряпка? На одном конце веревки смерть, на другом свобода. Так. Ну, в общем, с помощью этой веревки я, ясное дело, выберусь. А это что? Иногда вы будете находить ценную информацию, которая пригодится вам в будущем. Такая информация сохраняется в разделе документа, расположенного в нижней правой части экрана. Щелкните и удерживайте кнопку нажатой, перемещаемую в сторону, чтобы следует рюкзак. Щелкните на значки предмета, которые вы хотите внимательно рассмотреть. Чтобы посмотреть содержимое рюкзака, переместите указатель мышек нижней границы экрана. Кто-то спустил неспокойненько хотел, чтобы он занял твое место. Когда все остальное будет готово, ты поменяешься с ним одеждой. Тряпка. Интересно, что это значит? Типа, значит, как-то мои поступки, что ли? Хотя Алонсо немного старше тебя То есть был старше Мы с ним одинакового роста и телосложения Если бы не его лицо Он вполне Был бы мог сойти за тебя Маленький свиток пергамента Неожиданно тяжелый Это напильник что ли Ты аккуратно открываешь сумку С тем что внутри нужно обращаться осторожно Ого Сатанинская жаба Фуэнтенегра С железами на спине Выделяющими ядовитый мускус Который вызывает галлюцинации По ходу игры вы будете подбирать предметы Которые нужны для прохождения Они будут храниться в рюкзаке Расположенном в нижней левой части экрана Это значит мои документы Получаются какие-то А это вот предметы Что бы это ни было Оно упало Или было брошено Через отдушину И оно довольно тяжелое А что-то ничего там нету Странно Почему оно тяжелое Если там ничего нету Ладно А ну вот он Сын герцога должен умереть А сын дьявола выжить Не понял Это латынь Тебя не учили читать на латыни Но сейчас ты ее понимаешь Ого Маленький металлический предмет Наверное его бросили Чтобы помочь тебе сбежать Но как? Для прохождения игры Вам придется комбинировать предметы в рюкзаке Или воздействовать именно на активные точки Чтобы применить предмет из рюкзака На активную точку Сначала выберите активную точку После того как вы выбрали активную точку Выберите доступный предмет Или информацию Которую хотите использовать Если вы хотите соединить два предмета из рюкзака Выберите один из них Когда вы будете видеть все остальные предметы Выберите второй предмет вот так что при помощи металлического предмета ты отрываешь рот жабы внутри ничего не спрятано отрываешь открываешь может отрываешь написано я не знаю ладно так не явно нужны эти ну как бы так берем блин не знаю зачем они это сделали лучше бы сделали все по-старому поставить схеме квестов сделали геймер думаю что это возможно это ключ ну кстати в замок кофе вот все зашибись так это мы все уже читали и что дальше зайти так понимаю сюда не могу здесь закрытые вообще ладно не знаю зачем мне жаба это давайте подберем что-нибудь здесь пусть он лучше пау будет твоих руках они в руках палачей ну когда ты берешь его ты молишься о том чтоб тебе никогда не пришлось им воспользоваться да ладно хотя так то он еще пацан на самом деле ты помнишь как отцовский плотник изготавливал такой инструмент но для чего он нужен ну как бы кандалы там все дела нет старый медный котел медный офигеть сколько меди на него угробили он пуст но пахнет маслом кто знает для каких ужасных пыток его использовали огонь который со скоро совсем угаснет ну-ка нагреваешь самый кончик наскором снова остынет я знаю что можно сделать по свинью там что не знаю зачем сейчас где там свининка а мне бы еще это освободить его что если тут боров опасен это боров убийца если снимешь него окова не найдет подходящую добычу наброситься на тебя все я понял так как же мне тогда ладно это что у нас рябка по идее вы лучше бы вылезти отсюда но я вчера хочу другим заняться несмотря на то что он не так чист как носовые платки которыми ты вытирал свой благородный нос ты подбираешь его так она пустая тебе не утолить жажду но ты берешь ее ты никогда раньше видел такого знака но сразу же узнаешь его он означает что ты сын дьявола запекшаяся кровь предыдущего обитателя этой тюремной камеры тебе стоит помолиться богу или дьяволу решать тебе чтобы ее будущие обитатели не нашли здесь твою кровь ну вот а если я вылезу сейчас интересно если сейчас сбежишь тебя будут искать всю оставшуюся жизнь поэтому прежде чем забраться по веревке позаботься чтобы этого не произошло а ну смотрите кроме меня кроме вот этого урода меня не видел ни один как бы да то есть принципе можно хотя еще могу ему лицо типа измордовать и засим все а зачем сапог нужен прикиньте ему на лицо одеть передавить в принципе это возможно если ты изуродующего лицо шипами сапога переоденешь его в свою одежду затем сберешься по веревке все примут его за тебя ты собираешься с духом и подносишь сапог его лицу но нет ты чувствуешь что не можешь сделать это сам значит это сделает воров вопрос зачем мне если ты потеряешь ядовитую жаба потрешь ядовитую жаба стенки кружки и потом из нее кто-нибудь выпьет у него начнутся видения ну зачем тебе это нужно а понятия не имею зачем нет нужно на самом деле понятно эти знаки что-то напоминают тебе но ты не можешь понять что именно наверное это просто случайность она не такая чистая как те которыми ты пользовался во дворце но если бы в ней была вода ты выпил бы ее без раздумий так ты мог бы вымазать кружку маслом но вряд ли это поможет тебе в данной ситуации ну да там же блин масло это стоп а нет это это ничего так и об одежде поменяться когда все остальное будет готов поменяешь с ним одеждой понятно так не очень очевидно когда наводишь на какой-то предмет то есть он светится конечно но лучше бы он менял форму так было бы понятнее меч которого заслуживает такой дворянин как ты так кстати в этой части еще нет подсказок да если не ошибаюсь до так в принципе что но он должен набросить это вот на это на тело да и все правильно чем они переначали систему управления я хрен знает можно предположить что боров съест жабу но что будет когда яд подействует на него это уже менее предсказуемо свиньи отличная память если собираешься ударить его подумай о том что твое лицо будет первым что он увидит да это мощный так немного потерял вообще нить вот всего что нужно сделать лицо это понятно чем больше ты всматриваешься в недру сумки тем меньше жаб ты видишь потеха так ну по идее то мне надо бы еще на кандалы посадить его но эти недоступны меня такое чувство что надо что-то сделать потому что я ну не даром вот сюда захожу до мертвые вороны не пьют даже из пустых кружек мертвые вороны не едят жаб даже галлюциногенных забавно ты неоднократно натыкался на колючки в зарослях ежевики играю в угодья герцога если тебе не удастся сбежать ты испытаешь такую же боль только в тысячу раз сильнее железное дело так а что у нас здесь штандарт испанской инквизиции ты вспоминаешь как спускался по этим ступеням подталкиваемый стражником вспоминаешь как ты упал и вспоминаешь вкус своей собственной крови у бальдина демалантунес тюремщик и палач испанской инквизиции так у него на лице шрам как можно было выжить получив такую рану красные пятна издержки профессии скольких человек лишил же лишили жизни эти руки он пьет как будто в последний раз это пляжка размером с твою голову так ну что получается все да с ним можно конечно поговорить пиво как стражник может столько пить и не падать с ног ты собираешься с духом перед разговором с тюремщиком меня зовут мигель де кастро я сын дона альвара де кастро герцога фонтенегре я приказываю вам его именем немедленно освободить меня сейчас вы не имеете права отдавать приказы дон мигель у вас может быть только один отец а ваша способность понимать все языки говорит о том что ваш истинный отец сам дьявол в связи с этим герцог отрекся от вас перед лицом инквизиции эта новость ударила тебя больнее чем камни брошенные из толпы ты потерял все своего отца мать дом одежду свое будущее нет ты держишься только за счет своей воли и своего ума возьми себя в руки ты еще можешь выкарабкаться как сыт сатана я могу даровать тебе вечную молодость или любовь женщины и даже смерть твоих врагов помоги мне выйти на свободу и я исполню это любое твое желание вы слишком добры дон мигель но все ваши искушения напрасны в отличие от этих набожных деревенских кретинов я не верю в существование бога или дьявола чу так ха ну ка так а что делает боров в моей камере так же как и вас его ждут поэтки и суд жаль только что он не может дождаться этого молча если вас так раздражает его виз как же вы собираетесь его пытать это правда что плач ребенка тревожит мои сны но если этот плач дело моих собственных рук он наделяет их красотой так значит вы собираетесь пытать боров я полагаю что не испытаю такого удовольствия как от пытки человека но нам все часто приходится делать то что не нравится как только я закончу с вами я примусь за него манит это безумие это безумие как может инквизиция судить животное это уже не первый случай несколько месяцев назад судили термитов и съели кусок алтаря французской инквизиции в свою очередь заставила боров признаться в преступлении после ежедневных пыток что это безумие вся инквизиция это огромное безумие В любом случае, когда вы познакомитесь с моими метами, вы поймете, что я могу выбить признание даже у самого молчаливого камня. Фикит. В чем обвиняется мой отвратительный сосед по камере? Святотатство. Монах, который заботился о нем, поранился сельскохозяйственным орудием. Свинья почуяла кровь, взбесилась и съела его. Это же убийство, а не святотатство. Если бы это было просто убийство, им бы занималась не инквизиция, а ваш бывший отец. Монах только что получил причащение. По учению церкви в нем находилось тело Христа. Таким образом, Боров получил причащение, съев монаха. Что? Лол. Прочащение без крещения считается святотатством. Это свойственно демонам. Кромешная глупость, но мы живем в глупом мире. Так, ладно. Я ни разу в жизни не видел такого огромного шрама, как у вас. Это подарок, полученный в бою от солдата из армии этого узурпатора, дона Жуана Португальского. Его взяли в плен, я узнал его и жестоко пытал до самой смерти. Это ему и обязан своей нынешней профессией. Вы назвали деревню Фуэнтенегра набожной. Как только люди узнали о том, что вы понимаете все языки, ваши соседи сразу же сообщили об этом инквизиции. Кто-то меня сидел в этой камере? Просто людин, который занялся рукоблудием во время всеношного бдения. Этот идиот не понимал, в чем его обвиняют. Он понятия не имел, в чем должен признаться. Еще бы. Вы собираетесь пытать меня? Да, вам будут задаваться вопросы, на которые у вас нет ответов. Как и все узники, вы будете лереять тщетную надежду выжить. Вам потребуется много времени, чтобы признаться. Если мне повезет, я смогу использовать все свои инструменты. Ого. Как работает этот сапог? Нужно повернуть рукоятку, чтобы две половинки разошлись как можно шире. Затем он надевается на колено, допрашиваемому. А этот саркофаг у двери это железная дева, да? Да. Допрашиваемый помещается внутрь, и дверь очень, очень медленно закрывается. Человек умирает долго и очень болезненно. В этом котле в моей камере было масло, да? Это обычная процедура. Кипящим маслом поливают узников. Я же предпочитаю заливать его в различные отверстия человеческого тела через металлические воронки. Господи. А эта деревянная доска с отверстиями, она для чего? Поразительно, что вы раньше не видели таких штуковин. Герцог ваш, прежний отец, несомненно, часто наказывал при помощи этого своих слуг. Голова вставляется в большое отверстие, а руки или ноги в маленькие. Затем все это относится на центральную площадь для всеобщего обозрения. Что еще вы можете рассказать мне о колодках? Колодки – это пыточный инструмент, изобретенный сэром Ричардом Стокманом. Он полагает, что пытка является всеобщим благом, пространством возможностей, открытым для творческого потенциала общества. Таким образом, каждый может повлиять на состояние узника, сопереживая ему или распространить над ним свою индивидуальность, как правило, в виде разных жидкостей. Вы все время пьете, почему вы до сих пор не пьяны? Того, кто долго служил в армии, не берет спиртное, а заодно и не донимает мандовушки, Дон Мигель. Есть вещи, которые человек делает, чтобы забыть о том, что он сделал сегодня, и приготовиться к тому, что он будет делать завтра. Ровно минуту назад вы приказывали мне повиноваться именем герцога. Если в моей душе еще осталось сострадание, то оно точно не для вас. Инквизиция будет рада узнать о том, что вы ни во что не верите. Тебе будет приятно узнать, что именно по этой причине Инквизиция и наняла меня. Узники так часто угрожали мне своими сатанинскими силами, что ни один набожный человек этого бы не выдержал. Мы уже прожили. Пам-пам. Поворот. И что дальше? Я бы мог, конечно, ему жабу туда. Почему обвиняется мой отвратительный сосед по камере? Святотатство. Свинья почуяла кровь и съела его. Свинья почуяла кровь и съела его. Свинья почуяла кровь и съела его. Все, я понял. В принципе, надо пустить кровь этому парню и на этом все. Ну ладно. Так, а если... Может быть, палач вытирал ей пот, Салва? У тебя в голове созрел план. Первый шаг. Пропитать ядом тряпку, натерев ее ядовитыми железами, расположенными на спине у жабы. Второй шаг. Заманить стражника в свою камеру и, когда он отвернется, прижать тряпку к его лицу. Третий шаг. Забыть о таком рискованном плане, потому что тебе ни за что не справиться со стражником. Четвертый шаг. Придумать новый план, как его отравить. Много лет назад, специалист по темницам. Ты прикоснулся к спине сатанинской жабы и несколько часов верил в существование эльфов и фей. Ага. Стражник не верит в сверхъестественные существ, но что если он увидит их собственными глазами, благодаря яду жабы? Ага. Ты трёшь спину жаба, а внутренние стенки кружки. Так, хорошо. Как же теперь заставить его выпить? Кружка натертая ядом жабы. Ага. Так, а что дальше? Нет. Тебе так хочется пить, что... Вы не налёте мне кружку, я умираю от жажды. Неправда, я знаю, как выглядит человек, умирающий от жажды. Ха-ха-ха. Так. Да, выбираться отсюда будет довольно долго. Нужно. Обычно такие начальные вступительные моменты, они длятся, ну, не слишком долго. Так, как видите. Ты можешь нанести ему несколько ударов по лицу и заворудовать его, переодеть свою одежду и сбежать. Все примут его за тебя, а ты начнёшь новую жизнь вдалеке отсюда. Но ты не можешь заставить себя ударить его даже один раз. Ты хорошо воспитанный, благородный дворянин, а жестокость удел низших сословий. Ха-ха. Уже на это ушло буквально полчаса. Это неожиданно. Как я уже говорил, обычно вот всякие такие побеги там начальные и так далее. Всё это у нас длится не так уж и долго. Ну, что же. Возможно, встретимся в следующей части. Если, конечно, эта серия наберёт больше 500 лайков. Так что, всё решать вам. На этом у меня всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии.